Здравствуйте, наши друзья Каналы Перехват Управления У нас сегодня по скайпу Алан Мамиев Ассоциативу доктор Исследователь Здравствуйте, Алан Здравствуйте, дорогие наши подписчики Алан, давайте расскажите нам сегодня, пожалуйста Продолжим тему сектора газа Палестины Почему все-таки исламский мир Не вмешивается С одной стороны Говорят хорошо, что Иран не идет на эти провокации И начинается вот эта вот большая глобальная Война, но с другой стороны Тоже как-то совсем Неправильно, наверное, это Ну вот мы же с вами как-то говорили В одном из наших совместных эфиров По поводу того, что Проект государства Израиль Создан под задачу Вот как бы строить этого третьего храма Встречу Машаха То есть для решения вот таких Метафизических, концептуальных вопросов Касаи, которые вот Как сказать их Жрецы, да Иудейские жрецы Там жрецы сыновей дома Израиля Вот так их назовем Вот это жречество У них есть свои цели Свои миропонимания И вот они своей целью Видят вообще миссией своей Это как раз встреча этого Машаха Да, миссии Миссия такая у них Слово миссии оттуда же, по-моему, произошло То есть этого миссию То есть Машаха Они должны встретить Под это вот Есть определенные правила встречи этого То есть строительство этого Третьего храма Соломона на месте разрушенного Где сейчас стоит Алякса Под это было создано государство Спецслужба, армия и все остальное В том числе и интеграция Во всякие разные финансовые институты Вот мы же с вами тоже говорили Что Масад это мощная спецслужба Наверное входящая в тройку ведущих Спецслужб мира И соответственно Они перед собой задачу ставили Что когда наступит этот час X То есть большинство стран Как вот этого арабского мира Которые окружают государство Израиль Не должны вмешаться в процесс А что нужно сделать Ну проще всего их коррумпировать Коррумпировать или как-то Другими способами Такими нелетального воздействия Сделать так Чтобы люди не вмешивались И для этого понять Чтобы просто наши уважаемые подписчики Очень просто это поняли Как это происходит Вот создана была некая финансовая система Основанная на долларе То есть создан был ФРС Еще во времена Российской империи 88% золота Напомню дал На создание этого ФРС Николай Романов То есть на российское золото Была создана так называемая Федеральная резервная система Которая занимается Эмиссией доллара Доллар это такая мировая валюта Для обеспечения мировой торговли И всего прочего Оно не принадлежит государству США Как многие могут подумать Это частная структура Состоящая из конволюмирата банков Они печатают свои деньги И отдают их под проценты В рост Разным корпорациям Я не знаю Народам Государствам в том числе Государство США Берет под проценты ФРС Эти доллары Эти доллары Особенно эта система Долларовая Тем что она построена На том что называется Ростовщичество Судный процент И этот судный процент Запрещен в исламе Категорически Это называется там лихва Это лихва считается Как бы харам Это запрещенная вещь В исламе То есть исламский банкинг Там свои банки есть Они не предполагают Этого судного процента Потому что есть запрещенная вещь И вот этой запрещенной вещью Занимались как раз вот Так скажем Сыны дома Израилева Все вот в средневековье Позже и позже Почему банковская система Вся была выстроена ими Потому что всем остальным Как бы считалось Что это плохо Давать деньги в рост Потому что по сути Это есть мошенничество Зарабатывание ни на чем На воздухе То есть ты напечатал денег Кому-то дал Берешь свои проценты Это же фактически Такая вот афера По большому счету Деньги из ничего И вот эти деньги из ничего Делали сотни лет И кульминация Всей этой структуры Это была вот Федеральная резервная система Создана там Большинство банков Если не все банки Как раз принадлежатся нам Дома Израилева То есть фактически Это их Долларовая система И любые страны и народы Люди Не знаю там Корпорации Которые используют В своих операциях В своем бизнесе В своей жизнедеятельности Доллары Они так или иначе Люди интегрированы В эту их систему Понимаете Созданную Сынами Дома Израилева Которые окутали Уже всю планету Это долларовая система Напомню Сейчас главная резервная валюта Нефтедоллар И все остальное И понимая все это Вы теперь прекрасно понимаете Что те вот Богатые страны Арабского мира Саудовской Аравии И прочие Они глубоко интегрированы В эту нефтедолларовую историю За что они построили Себе эти небоскребы Дворцы Не знаю Феррари Покупают Или еще что-то Ломборджини Живут в роскоши Благодаря тому Что качают нефть Которую до этого Даже качать не умели Их научили И дали им возможность Пользуясь долларовой системой Продавать эту нефть Разным странам и народам И на этом они заработали Соответственно Для них Пойти против сынов Дома Израилева Не на словах Не там Дизлайками в интернете Не просто даже митингами То есть есть какие-то рамки Что им ограничены Разрешены возмущения Определенные А за пределами Уже вот как бы нельзя Потому что Они являются частью Этой долларовой системы Понимаете Финансовой системы Эта финансовая система И является Тем основным инструментом Сынов Дома Израилева Как они себя увеличают Понимаете И это нужно тоже понимать Друзья мои Это есть долларовая система И люди в нее интегрированы Соответственно Как бы Все что мы видим Это как раз Нам это лишний раз подтверждает Что люди интегрированы И туда в эту долларовую историю Друзья доллара США Назовем их так Они не будут Ни коим образом Воевать против Израиля По-настоящему Понимаете Если этому делу Альтернатива Ну в советское время Сталин эту альтернативу Создавал Да То есть был Госбанк СССР Мы не входили Не подписывали Эти Братенбургские соглашения Там Сталин Да У нас был твердый Золотой рубль Когда Сталин начал понимать Что После него Все продадут и сдадут Как мы уже с вами Тоже обсуждали Он Некие возможности И проект Захотел перезапустить По всей видимости В Китае Да Там с помощью Мао Цзэдуна Там И вот Китайских коммунистов И я вам напомню Что и Сталин И Советский Союз Стоял за Созданием Китайского народного банка Понимаете А это альтернативная Финансовая система Которую сейчас Пытается Китай Проталкивать То есть Есть Глубо говоря Долларовая система И вот сейчас Пытаются создать Другую альтернативную систему Где нет судного процента Где не будет судного процента А банкир Участвует В бизнесе вашем Если вы берете кредит Если например Судный процент В чем разница Вот вы Я хочу заняться бизнесом У меня денег нет Я у вас беру Там вот не знаю Миллион долларов Должен вам вернуть Там с процентами Эти деньги Вне зависимости Заработал я Не заработал Если я там Прогрел У меня не получилось Соответственно Какую-то долговую яму Вы меня сажаете В кабалу Там не знаю В тюрьму Или еще куда-то То есть Вы все равно Взымаете свое С меня получите Ростовщики так работают А принцип Вот другого Другой финансовой системы Заключается в следующем Что когда вы мне Даете деньги в долг Этот бизнес Который я строю Становится наш совместный И вы получаете С него долю Но в случае Если я прогораю Вы также несете ответственность Понимаете То есть Тоже винить некого То есть Коллективная ответственность Как в прибыли Так и в расходах Что видите Гораздо более справедливая система На этом принципе Исламский банкинг построен В Советском Союзе По этому принципу работали И вот Народный банк Китая И вот эти две финансовые системы На ней как бы сейчас И борются Тоже за будущее И мы все видим Как это все дело происходит Но пока друзья Доллар США Конечно сильнее Потому что Весь так называемый Цивилизованный мир Ну за последние сто лет Представляете Сколько Вся элита Правящая Всех стран и народов Накопила деньги В чем В долларах Там евро Или там не знаю Ну это все по сути ФРСовская история Международный валютный фонд И все прочее Нету много банков В мире Есть только один банк Который печатает доллары В нее есть филиалы Есть франшиза Это долларовая Понимаете Вот наш центробанк Это вот франшиза По печатанию Как бы Здесь Денег Но ровно в том количестве На какое количество Мы возим Ну как у нас Рубли печатают Вы же знаете Мы поставляем Какое-то количество ресурсов На внешний рынок Например на 100 миллионов долларов И нам ФРС разрешает Нашему центробанку Печатать рублей Ровно на эту сумму По курсу Который Рыночному То есть мы привязаны Жестко к доллару И они решают нам Сколько нам Чего печатать И под какие проценты Дальше Это способы Способы управления Странами и народами Понимаете Через курсы валют Через цену на золото Ну есть много таких нюансов Но факт остается в том Что дальше Центробанк продает Эти деньги Дальше банкам Так называемая Ставка рефинансирования Сколько он там сейчас процентов Ну не знаю Там 6-7 процентов То есть они Продают деньги Как ростовщики Банку например Какому-нибудь Не знаю Ну региональному банку Этот региональный банк Докидывает еще Свои несколько процентов Тоже как ростовщики И дают На бизнес И там получается Бизнес уже берет Там непосредственно Я человек беру Под какой-то там Свой бизнес проект Уже 15-20 процентов Будет Эти 20 процентов Это и есть то Что зарабатывают ростовщики Деньги из ничего Понимаете Чистый воздух И за счет этого воздуха Держится под контролем Экономики Стран мира Всей планеты Понимаете Вот такая финансовая система И соответственно Люди кто в этой финансовой системе Они Хотят они Тобой или нет Они Действием Либо бездействием Будут играть На стороне Израиля Потому что Это же сыны дома Израиля И финансовая система И государство Тоже их Ну да У нас даже доллары И даже бабушки Копят Вот как бы это У людей убрать Вот эту вот веру В эти доллары Альтернативу нужно дать Понимаете Альтернативы Нет Вы убрать не можете Человек хочет в чем-то Ввести свои накопления В чем альтернатива заключается Мы же не создаем Свою финансовую систему Почему вот я Очень так Когда СВО началось Я так поддержал Сильность СВО Поначалу Почему Потому что Тогда президент Путин Заявил о том Что мы выходим Из долларовой системы О том что мы будем Переводить Как сказать Продажу наших Энергоресурсов И прочего сырья В рубли А что это значит Что мы будем За рубли продавать Например Если мы будем Продавать нефть за рубли Американцам Где американцам взять рубли Им нужно Эту сумму Привезти нам товары Это фактически Уже бартер получается Понимаете Они нам джинсов Привезли на 100 миллионов долларов Мы им на 100 миллионов Нефти отлили Не привезли нам джинсов На 100 миллионов Не отлили мы им нефти На сегодняшний день Они нам ничего не привозят Никакие джинсы Они нам просто дают Ну если это раньше Была бумага В самолете Палет Бумаги привозили Там Резаный Называется доллар То сейчас даже бумагу Не возят Просто вот цифры В компьютеры Скидывают В центробанк Какие-то там Не знаю И там они меняют По курсу И таким образом Выкручиваются Конечно Они не выкручиваются Они руки выкручивают Они делают так Чтобы производство В странах Не развивалось Ну которое им надо Почему только в Китае Так развивается Производство Потому что Китай Находится вне Их финансовой системы У них своя финансовая система Двухконтурная Как была у нас В Советском Союзе Понимаете То есть они Приняли эту систему Которую Сталин сделал И вот на ней Построили все это Своё китайское чудо По производству Там всего От тапочек Заканчивая уже самолетами А банки Как у них работают У них один банк У них нету банков У них есть один банк Народный банк Китая Народный банк Китая Хотите бизнес Пожалуйста Деньги берете Все молодец Государство в доле Соответственно В доле еврейских тоже Не получилось у вас Ну вот Соответственно Не получилось у нас В доле Понимаете В доле Разницу понимаете Это исламские банки На этом же посту Это как общак Проси люди наши Поймут и общак Народный банк Это общак Вот ты с общака Берешь деньги Ты должен как бы Вот Тоже долю Потом отдавать туда Если не получилось Ну вот не получилось Но с тебя Никто это выдушивать не будет Как вот ростовщики Это делают Почему ростовщичество Везде проклято было Во всех мировых религиях До определенного времени Но в исламе до сих пор проклято Лихвате называется Как из этой системы выскочить Вот китайцы предлагают Но наши не могут Как Технически из нее выскочить Очень легко Технически На сегодняшний день Почему Потому что там электронные деньги Все это позволяет Это сделать Но Ну накопление Вы писаете сколько триллионов долларов За это время Наша правящая элита вывезла Ну там речь идет о триллионах Кто говорит 5 триллионов Кто 10 Экономисты там спорят Ну пусть будет даже 5 триллионов долларов Ну 5 триллионов же долларов Лежит в западных банках Наших денег Ну как наших всех Которые украдены в нашей стране Но вот Представители нашей правящей элиты Начиная с каких-нибудь мэров Уездных городов И заканчивая там Какими-нибудь министрами Там и там Представителями силовых структур Они сюда вывозили деньги В этих всех долларов Теперь они что должны сказать Эти кубышки все обнулить Но их обнулят очень быстро Их хозяева этих денег У этих денег есть хозяева Понимаете У долларов есть хозяева Это хозяин ФРС Это их деньги Они в любом моменте Вам обнулят все Если захотят Это их бабки И там все с Моссадом Вот так работает плотно И Моссад знает У кого, чего, где там Заныкано Вроде номерной счет Фамилии никто не знает На самом деле все все знают Это кто не знает Это вот может полиция Какая-нибудь в Северной сети Не будет знать Что лежит на номерном счете В швейцарском банке А Моссад будет знать Потому что Они работают в связке все Помимо купюры Уже просто цифровые деньги Это же даже Все уже не купюр Уже давно Это давно цифра В Китае сделали такую систему Что вот есть электронные деньги И эти электронные деньги Например, разгорают Да, 90 дней Вы должны их потратить Что значит потратить Для того, чтобы вы их не копили Деньги и кровь экономики Должны крутиться Но китайская правительство Сказала, мы знаем Что китайцы любят накапливать Да, там на пенсию Еще чего-то Они стали массово печатать Такие золотые слитки Знаете, там В разном достоинстве Вот от грамма там До килограмма Слитки Ну, типа монеты Знаете, как раньше монеты И вот люди, кто хотят инвестировать Там, вкладывать На пенсию Еще куда-то Они покупают золото Покупают какие-то произведения Искусства Антиквариата Рынок Бум, короче В этом Китае В разные вещи вкладывают Другой принцип Понимаете Существование Этой всей системы Нету смысла Этой бумагу Резанную Как вот наши коррупционеры Складывать в подвалах Семи миллиардами рублей То есть Эта система Не позволяет Этого происходить Для того, чтобы Это сделать Вы понимаете Вот России Да, предположим Ну, наша правящая элита На это не пойдет Ну, у них накопление Все в этих деньгах Понимаете Это же вот просто Сейчас видно Вот что для меня Эта ситуация в газе Там Для меня это просто маркер Я наблюдаю И вот Смотрю за поведением Разных элитных групп Разных Ну, как бы Никого не осуждаю Как можно с вами говорить Для того, чтобы человека любить Его нужно понять Я понимаю их Понимаете Прекрасно понимаю Что А как он может Против чего-нибудь газануть Ну, как Дети живут на западе Там Деньги лежат там Дома там А он где-нибудь там Не знаю В Палестине Там лидер какой-нибудь Хамаса Что он должен делать Или, например Там В какой-нибудь арабской стране Вот этой Ближневосточной Что они должны делать Иран не так интегрирован Но Иран понимает Что он один на один Останется Со всей этой массой В том числе И непонятно себя Ведущим арабским миром Поэтому Они будут До последнего Не будут В это дело лезть До тех пор Пока уже Не встанет вопрос О сносе аляксы Мне кажется так И там уже Я так думаю Или надеюсь Или я не знаю Моя такая смелая гипотеза Что уже Как сказать Ну есть же Именно верующие Мусульмане То есть Есть как бы Которые делают вид Что они мусульмане А есть искренне верующие И они как бы знают Что такое алякса И что за нее Нужно будет Как бы Стоять Насмерть И пока до алякса Речь не дошла Вот пока Вот с газой Разбираются Все просто вот наблюдают Ну по разному Митинги естественно проводятся То есть Мы же сейчас с вами говорим О конкретных каких-то поступках Митинги там Гуманитарная помощь Там И все прочее Это ну Тоже Тоже помощь Но совершенно Не этого Ожидали Когда-то Да И все считали Что это невозможно Вот мне тоже говорили Когда-то Ой Иолан Как это возможно Это третий храм Уже ну Сколько-то лет назад Когда я с одним псионистом Пообщался И он мне это все Донес Когда У меня это как-то картина Я же образно все вижу Я сразу картину эту увидел Он говорит Ну что ты Ну вот Там же система Уже все Бабки А кто Кто пойдет Кто против доллара пойдет Нету Говорит Людей масштаба Сталина Чтобы в свои игры играть Китайцы максимум Говорит О чем мечтают Чтобы просто их никто не трогал У них это предел их мечтаний Понимаете Вот нас никто не трогает И вот И все Глобально же Они не мыслят На все человечество Ну Насколько у Исламского мира Вот этот вот подход Не противоречит их вере Ну лихва запрещена Лихва запрещена Ну я имею ввиду Что они молчат Вот что убивают Допустим мусульман Таких количеств Ну что вот Я не знаю Что я могу сказать По этому поводу То что они мусульмане Они же еще и арабы Единоверцы Помимо того что Единоверцы Они же еще и по крови Вот Египет например Египет же не принимает Беженцев С Палестины Там тоже арабы Там тоже вот мусульмане Египет как бы Вот Поэтому прежде чем Пенять российской Там Исламской уме То Надо сначала Просто задать их Арабским Единокровным братьям Понимаете Я про них и спрашиваю Почему они молчат Ну вот поэтому и молчат Я вам еще раз говорю Деньги наверное у них в долларах Это моя смелая гипотеза Понимаете А соответственно Они не могут Пойти против Ну деньги это кровь экономики Ну тогда вера у них уже не мусульманская Получается А вера уже в деньги Ну нужно У правящей элиты А я подозреваю Что у правящей элиты Во многих странах мира Уже давно культ золотого тельца Ну а что ими движет Идеи какие то что ли Ими движет вот Желание Стать богаче Какие то материальные ресурсы заработать Детям передать То есть На теле всех поймали Тело 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 И комфорт его с ним связаны Там же салахадинов нет Пока еще не видно На Ближнем Востоке А есть люди Которые как бы Даже в том же Египте Довольно так богато Жирно живут И хотят продолжать жить Таким же образом Понимаете? Алан А как вы относитесь К собственности земли? Вот можно ее покупать Продавать Как человек вообще имеет право Даже думать об этом На самом деле? Вы знаете Я когда для себя Над этим вопросом думал Я понял одну простую вещь Простую до ужаса Вот все что человек сотворил своими руками На то он право имеет А все что он не сотворил своими руками Земля Вода Воздух Это все дано нам на общак На всех Понимаете? Отец наш небесный Грубо говоря По разному может там относиться Я так называю Дал это всем Понимаете? На общее пользование Соответственно И заботицы должны сообщать И сохранять И приумножать И там природу сохранять И оберегать Она не может никому принадлежать Общее пользование Сотворил что-то своими руками Сделал там Не знаю Мебель Не знаю Телевизор Предприятие сделал Это все твое Имеешь полное право на это На все остальное Оно дано на всех На общак Когда кто-то это присваивать Начинает Это не очень правильно Кстати Поэтому наверное В Великобритании Не продают землю Там она вся в аренде То есть Есть лорды Которые со средневековья Люди с кровью Там убивая своих соседей Там еще кого-то Завоевали Какие-то там Графства Там я не знаю Участки Да земли Отвоевали их предки Вот они не продают ничего В аренду сдают Пожалуйста Дома стоят Жилые дома Небоскреба А земля арендованная Под ними Это все Всему народу Должна принадлежать Сейчас вся история У нас тут например Уже входят разговоры О том Что некоторые товарищи Хотят вот в Осетии Приватизировать ледники Понимаете С которых вода течет Талая Типа что они такие бесхозные Нужно их приватизировать И воду эту продавать Понимаете О чем уже думают Как закон пропихнуть Культы приватизации ледников Ну это безумие Ну Это вот Люди больные на деньги Понимаете Золотой телец С ума сошли Служат золотому телцу Это же в Библии же написано Нельзя служить двум господам Господу и мамоне Да Богу и мамоне Мамона это вот этот Золотой телец Бог этот И сейчас культы построены ему Банки это храмы Служения этому Богу Аллан И хочу вам прочитать все-таки Одно пророчество Достаточно интересное Значит Давным-давно Абу Муса Аль Ашари Рассказывал Что пророк сказал Мухаммед Перед наступлением судного дня Наступит Хардж Его спросили А что это Что это такое Хардж Он сказал Убийство Люди спросили Неужели они будут убивать Больше чем это делаем мы Мы убиваем более 70 тысяч Людей в год Пророк сказал Это не будут сражения С многобожниками Вы будете убивать Друг друга Люди спросили А мы будем В здравом рассудке Он ответил Большая часть людей Того времени Будет лишена рассудка И останется Он только у некоторых Очень многие будут Считать Что они правы Хотя в действительности Они будут Далеки от истины Ну это то Что мы Сейчас с вами говорили Что Больше наверное Половины земли Безумны Ну это вот В русском языке Есть более точное определение Если я правильно понял Да Данное послание Что под рассудком Подразумевается разум Вот говорят же Много умных А мало разумных Вот когда Бог Хочет наказать человека Он его разума лишает Он же не ума лишает Ум то у него есть Он может там Я не знаю За собой ухаживать Там не знаю Приготовить себе еду Сварить кофе Или что-то делать Какую-то элементарную работу Но разума Он его лишает А разум Это вот и есть Та часть его сознания Которая связана И ощущение дает Целостности Да Какое-то Мироздание всего Соединение с другими людьми И с Богом Внутри себя Когда ты его слышишь Да Совесть свою Это вот разум Нечто иррациональное Вот этот рассудок Наверное Все это имеется ввиду Что люди действительно Разум потеряли Почему Потому что они его заменили Вот Ну как бы Умом и телом Потому что разум Это все-таки Уже связаны больше С духом С душой Да С рациональными вещами Это их способ Коммуникации С внешней средой А тело Это вот ум Линейный Да Единица 0 Бинарные коды Там левое полушарие А разум Это грубо говоря Правое полушарие Такая синхронная Работа полушарий И вот этого И лишен человек Современный В большинстве своем Мы об этом уже говорили С вами не раз Много умных Малоразумных Потому что С точки зрения разума То что это происходит В мире Это же безумие Чистой воды Понимаете Но с точки зрения ума Ну нужно ограбить Нужно себе больше иметь Опять же в страхе Потому что Эго Связанное с умом Оно постоянно живет в страхе Мы должны убить Их первыми Пока они не убили нас Ну это же Вот это все Ум такие выходы Подсказывает Понимаете Он постоянно Находится в панике Он постоянно Находится в тревоге В ощущении Что у него напасть Кто-то должен Что-то у него отобрать И чем больше Человека становится Собственности Тем сильнее его страхи А настоящие богатые люди Я знаю Они вообще не спят Без виски Пока они тяпнут Потому что Постоянно находится В состоянии тревоги И панических атак То посадят То убьют То деньги потеряют То на биржах Что-нибудь рухнет Понимаете Человек постоянно волнуется То есть это такой ад Который они сами себе устроили Конечно Да Но потому что Это плата Этому богу Это же бог Люди не понимают Бог Мамона Это бог Понимаете И когда там Этот товарищ сионист Мне говорил Что деньги Это бог Я понимал За что он говорит И протестантизм Весь на этом построен Что благодать Проявляется Благодать божья На человека Проявляется Количеством денег Которые бог ему дает Валерий Средненькую подмену совершили И благодать Измеряют Количеством денег Людям Русской культуры Это не понятие Согласен Но протестантизм Весь на этом построен Но протестантизм Это просто Иудаизм В христианстве Идея оттуда взята Для того Чтобы туда Капитализм Весь на этом построен На этой протестантской этике Почитайте Макса Вебера Протестантская этика И дух капитализма Он там это разобрал Очень подробно Как эта идея Перешла из иудаизма В христианство Стався там Протестантизмом И как на этом Весь капитализм Был выстроен Почему в протестантизме Запрет на потребление То есть там вот Форд Капиталисты настоящие Они же не тратили деньги А вот это Бог Его нельзя тратить Его можно вкладывать Только в приумножение Его же И к нему нужно Относиться бережно С уважением Купил хороший костюм И 10 лет его носишь Понимаете Даже на этом протестантизме Стоял Не было потребления Такого Сумасшедшего Запрещено Оно было Во всех протестантских Серьезных сектах Этих Первых Так же самое В иудаизме Чего они ходят В этих всех Сиртуках черных И своих черных шляпах Это же они на что показывают Вот он купился Такой сюртук И носит его Понимаете При этом Миллионер Может быть Миллиардер И все они В одинаковых сюртуках ходят Ну Может у кого-то Ткань дороже Сколько может быть Дороже ткань черная Ну не знаю Она же не из золота Обычная черная ткань Это же подчеркивается Постоянно Это же чисто такая Протестантская история Понимаете Что деньги это Бог И нельзя его тратить На что попало Только на приумножение На сохранение Передать Ну Бог Благословение такое Понимаете А почему тогда Поэтому это храм этого Бога Они создали храм Своего Бога Банки это называются Это храм И там ему служили Потом подключили К этой системе Этого Бога Все остальное человечество И все люди ему служат Хотят Чтобы его было больше То есть Эту идею Понимаете Что должно Ну как Это Бог Деньги это Бог Бабло побеждает зло Откуда эта фраза Что значит побеждает зло Зло побеждает Бог Правильно Как она попала к нам В обиход Бабло говорит Побеждает зло Бог побеждает зло А не бабло Но если бабло это Бог То тогда все становится На свои места У этих людей В головах Есть народ Который Вне этой системы живет Понимаете Основная масса Но она разрознена И не понимает Всех этих тонкостей Алан Скажите А вот Наши наряды Наших батюшек Отчего такая вот Роскошь Как им Не тяжело Вот носить Вот эти вот 9 килограмм золота Как у нас Кирилл носит Вот Это вопрос Хороший тоже К сожалению Не по адресу Но Я понимаю О чем вы говорите Понимаете Чем меньше Бывает духа Тем больше Бывает там Материального Тем больше Роскоши бывает Если вы посмотрите На каких-нибудь Людей сильных Духом Православии Да там Старцев Вы на них Не увидите Килограммов золота Там Расшитых Этих шапок Да Бесконечного количества Там этих Головных уборов Почему Потому что люди Дух стяжают Они считают Что жизнь Это место Где ты должен Познавать дух И приумножать его Внутри себя Этот дух Да Этот свет Усиливать его Усиливать За счет чего Сила разная Ну вот этот огонек Маленький Искру разгоняешь Маленький огонь С годами Больше Больше А потом Ты весь Становишься Светом Русское выражение Его святейшество Это об этом говорило То есть Человек Излучающий Свет Понимаете Ваше святейшество Он свет излучал Сейчас это просто Титул стал Который ни о чем Не говорит Но изначально Когда словосочетание Появилось Что такое святейшество Это человек Излучающий свет А этот свет Они уже не излучают Ну вот Подвижники Есть И тоже РПЦ Как бы нельзя Там Как сказать Там есть старчество Вот эти вот старцы Которые во глубине Сибирских руд Где-то там В монастырях Вот этот дух стяжают И за счет этого Эта вся система И держится А у этих нет Этого всего духа А когда внутри пусто Тогда тебе важны Внешние атрибуты Машины Ну тебе же смысл Какой-то нужен Рачель Чего ты живешь Духа у тебя нет Про душа Ты знать не знаешь Не знаешь ты об этом Что она есть Ну значит Надо вот Ублажать тело А как его ублажать У тебя все есть Ну надо же как-то Это смысл придает жизни Ну потому что А как ты Ты же должен себе Объяснить Ради чего ты это все делаешь Ты зарабатываешь Огромное количество денег Ради чего Вот Это же корпорация сейчас И наш глава Как бы РПЦ Он во главе Этой корпорации стоит Я бы на самом деле Знаете Я Как сказать Я с глубоким состраданием К нему отношусь Вот мне Я примерно представляю Что с ним будет После смерти Понимаете Поэтому пусть Радуется шапкам Красивым золотым платьем Пусть наслаждается Это скоро закончится Ну как у всех Заканчивается Но в его случае Это будет особо печально Почему Потому что Ну Знаете Вот Как сказать Не этим Такие люди должны Заниматься Они должны Дух стяжать И людей к Богу вести Понимаете То есть получается За две тысячи лет Они не справились Со своим В принципе Ни одна из сект Ни мусульманская Ни иудейская Ну иудейская Разве что Может быть Они куда-то Совершенно в другом Направлении Ведут людей Вот Может быть Исправилась С этой задачей Ни христианская То есть За две тысячи лет Мы не построили На земле Никакого царства Небесного Божьего Ничего красивого Идут войны Ну такой задачи Не было Ну это же Вот есть Как бы религия Как институт А есть религии Которые Ну как Направление В любой религии Где человек Занимается Каким-то Трансперсональным опытом Непосредственное Познание Бога То есть Какими-то Личными Духовными практиками С энергиями Работа Там еще Как-то По-разному Это можно называть То есть Трансформация Себя Есть люди Которые Просто ритуалы Там подсвечниками Работают А есть люди Которые Не знаю Исихазм Например Течение В православии Стижание Духа Святого В исламе Это например Суфизм Да Суфи Это непосредственное Познание Бога Да Там разные Практики У них Там есть Они Вот То есть Оно в каждом Есть В удаизме Вот каббалисты Пожалуйста Они что же Там Топят Познают Своего Бога Свет И все прочее А есть Как бы Основные массы Которым Это неинтересно Для них Вот есть Ритуальная часть Когда становится Интересно И хотят Глубже Ну вот Ну там уже Совершенно Другие требования К человеку Предъявляются Ну то есть Сделать чтобы Это массово Было Природа Человеческая Такова Понимаете Что Сильное Влияние Его животной Составляющей Звериной И преодолеть Ее бывает На протяжении Одной жизни Сложновато Возможно Но сложно Желание должно Быть появиться Я же прошу вам говорил Как жажду Эту пробудить То есть Технологии Что потом делать Они есть И в разных Традициях Есть А жажду Как пробудить Чтоб человек Оторвался Там не знаю От телевизора От своих Маленьких Человеческих Радостей И решил Идти в таким Странным путь Познание Своего духа Души И трансформации Себя Что должно С ним случиться Чтобы он Такое решение И желание Появилось Вот это и называется Жаждой Духовной жаждой Томим Как эту жажду Пробудить И вот После нашего эфира Мне многие писали Да Там Вот Я там знаю Я там знаю Я там знаю Да никто не знает Сия тайна Мне кажется Покрыта мраком Если понять Секрет этой тайны Понимаете И массово Эту жажду Пробудить В людях То тогда Может что-то Изменится На глобальном уровне А так Это все будет Индивидуальная борьба Ну скорее всего Люди имели ввиду Это какие-то Катастрофы Там Болезни И так далее Но это Индивидуальное Такое Пробуждение Оно может Конечно быть И массовое Да То есть нам Устроит Какую-нибудь Катастрофу Когда люди Начнут Уже Задумываться Зачем Они живут Вот Но это Один из Способов А их Наверное Тоже много Достаточно Скажите Алан Тогда Такой вопрос Вот Строительство Вот этих Вот церквей Немоверными Количествами В год Чуть ли не В каждом районе Сейчас Вот Дали им Задание Что Три церкви В каждом районе Как вы к этому Относитесь Что это такое Знаете Вот Один из Святых Православных Писал Что в конце Времен Горит Церквей Горит Будет много Крыши Горит У них будут Золотые А людей Горит Там не будет Понимаете Потому что Это вот Ну еще раз Говорю Потому что До этого Говорил Победа Форма Над содержанием Это Вот вам Здание Но Иисус Говорил Что Храм Надо Внутри Себя Строить И они Пытаются Выстроить Институт Для управления Сознанием Масс Это же Институт В первую Очеред Это же Практически Государственный Институт Для управления Но 21 век На дворе И какой-нибудь Тикток Инстаграм Или Ютуб Сильнее Управляет Сознанием Масс Чем Вот Но люди Живут Прошлым Понимаете Они хотят Сделать Будущее Как прошлое Такая Неофеодальная Система В феодализме Важную роль Играет Вот Церковь Как институт Управления Массами Они считают Что это Так сработает Ну А что им делать Денег Как грязи Делать Что-то Надо Ну вот Строят Да плюс Еще На стройках Зарабатывают Потому что Там Мигранты И так далее И так далее Зарабатывают И зарабатывают Просто функцию Свою основную Функция основная Это управление Сознанием Людей Управление Сознанием Чтобы они Лояльно Государству Действовали Управление Сознанием Они Эту функцию Функцию Выполняют Я не знаю Конечно Нет Ну да Но дело В том Что кто В это верит Ну Ну Как сказать Люди Которые Нами Сейчас Управляют Это же Люди Прошлого Ну как бы Там Не хотелось Б нам Да Но Больше Их Часть Жизненным Осталось Уже Позади Так Скажем Да То есть Они Живут Прошлым Прошлыми Моделями То Церкви Строить По 3 Штуки В день То Давай Пионерию Воссоздадим То Давай Там Что-нибудь Еще Вспомним Что-нибудь Из Прошлого А почему Прошлым Человек Живет Потому Что Будущего Не Видит Нет Будущего И пытаются Модель Взять Из Прошлого Но Убедили Что Нужно Вот Такую Феодальную Систему Монархия Все Пожалуйста Ну Вот Строят Неофеодальную Систему По сути Но Дело В том Что Эта Феодальная Система Не Способна Выдерживать Внешние Нагрузки Вот Такие Которые Сейчас Происходят Украина Дальше Еще Что-нибудь Заполыхает А Научно Технический Прогресс А Кто Будет Строить Космические Корабли Или Современную Электронику Создавать Кто Холопы Холопы Не Способны Это Создавать Холопы Способны Я не знаю Там На Какой-то Простой Нетворческий Труд На Это Они Способны Жених Холопы Они Безвольные А Для Того Чтобы Надрываться На Производстве Человек Должен Пылать Некой Идеей Почитайте Островского Как Закалялась Сталь Такие Люди Способны Двигать Процессы Большие Исторические Если Их Не Будет В Большом Количестве То Никто Ничего Двигать Не Будет Холопы Не Способны Это Делать А Хочется Чтоб Были Холопы Холопы Не Способны К Творческому Труду Понимаете Ну Не Способны Они Потому Что Они Холопы У них Рабское Сознание И Они Напрягаться Не Будут Им Главное Чтобы Там Жопа В Тепле Там Чей Какой-то Алкоголь Дешевый И Покушать И Все С Такими Людьми Кашу Не Сваришь Людям Нужно Сердца Зажечь Чтобы Они Сейчас Новую Индустриализацию Провели Новые Технологии Посоздавали В Сталинские Времена За 10 Лет Построили 10 Тысяч Предприятий Во Время Индустриализации Потому Что Им Сердца Зажгли Люди Поверили Понимаете Что Значит Сердца Зажгли Дух Пробудили Мечту Дали И Искоренили По возможности Это Холопское Сознание Убедили Людей Что Все Что Они Строят Это Их Общее Будет Их Детям Их Внукам Поэтому Люди Надрывались Строили Гидроэлектростанции Надрывалась Куча Людей Почему Строили Потому Что Они Знали Что Чтобы У них Внуков Была Лампочка Там В этой Избе Или В школе Чтобы Они Могли Учиться При Этой Лампочки Они При Лучи Не Сидеть Там Простые Мотивы Были А Это Все Общее Электричество Дешевое Было Практически Бесплатное И Под Это Все И Все Существует На Сам Деле Все Не Могут Заниматься Нужно Во всех Сферах Кто-то Должен И Компьютеры Делать Кто-то Должен Создавать Какие-то Аппараты Летательные Понимаете Кто-то Это Тоже Должен Все Делать Но Вы Считаете Это Возможно Вообще Сто Процентов Это Возможно Я Считаю Человеческий Разум Способен Познать Практически Все В этой Вселенной И Все Что Он Может Себе Представить Он Все Это Может И Сделать И Вся Научная Фантастика Была Основана На Том Что Человек Сначала Что-то Придумывал Потом Эти Книжки Читали Дети Про Капитана Немо Жульвер Написал Придумал Что Можно Под Водой Плавать Дети Почитали Их Сердца Загорелись И Когда Они Выросли Эти Дети Они Стали Инженерами И Построили Эту Штуку Которая В детстве Вот Им Так Понравилась И Точно Так Ж Совсем Человек Способен Все Сделать Но Этим Детям Этим Людям Нужно Возможности Дать Понимаете Образование Соответствующее Возможности Дать Стартовые Понимаете Технические Вузы Определенные Да Там Площадки Конструкторские Бюро Все Это Инфраструктуру Создать Для Реализации Этого Потенциала Для Самореализации И в Научно Технической Сфере И в Сфере Развития Сознания Во всех Сферах Этого Жи Всего Нет И нет Почему Потому что Холопы Нужны Понимаете Потому что Нужны Холопы Не Нужны Гении Зачем Они Нужны Не Нужны Королевы Зачем Нужны Королевы Нужны Холопы Поэтому По три Церкви В день Строят Из-за Этого Жи Не За Того Чтобы Они Умнее Там Становились Для Того Чтобы Объяснить Людям Что Бог У них Находится Внутри Для Этого Не Нужно Храм Строить Это Можно Просто В Телевизор Рассказывать И Доводить Объяснить Им Простую Вещь Что Бог Он Внутри И Дать Технологии Как Человек Каждый Массовый Доступ К Этим Технологиям Людям Кто Хочет Пожалуйста Аскезы Все Эти Там Да И Все Прочее Опишите Почему И Как Что Работает Это Все Понятно Почему Это Нужно Есть А то Не Нужно Есть Алкоголь Не Надо Пить Это Все Можно Объяснить Простым Языком Тогда Ты Очищаешь Своё Сознание Очищаешь Своё Тело Такими Такими То Способами Выбирай Есть Разные Методики Потом Делаешь Такие Дыхательные Практики Почему Дыхательные Потому Что Энергия Это Прана И Воздух Это Тоже Прана И Мы Живем В Океане Энергии Как Рыбки Живут В воде А Мы Живем В Энергии И Научить Людей Взаимодействовать С По Три Раза В Неделю А Уже Сидит Я Не Знаю Книги Пишет Или Сдаётся Вопросами Бытия И Такие Люди Способны Строить Космические Корабли Которые На Антигравитации Будут Работать А Холопы Не Способны Ставка Сделана На Производство Кого Людей Творцов Или Людей Холопов А Все Зависит Только От Воспитания И Системы Образования Больше Ни Чего Потому Что Рождаются Дети Плюс Минус Одинаковые Ну Понятно Там Задатки ДНК Генетика И Все Остальное Но Плюс Минус Одинаковые Известно От Вот У меня Компьютер Стоит Я С вами Разговариваю Соединен Он Через Вайфай С Интернетом Интернет Это Информационное Поле Искусственно Техногенное Создано По сути Информационное Хроники Акаши Но Искусственное Информационное Поле Через Что Соединен Компьютер Через Вайфай Соединен Вот Инструмент Вайфай Он Есть В голове У каждого Человека Понимаете С Можем Воспринимать Чем Своим Собственным Мозгом Спинным И Головным Да Головной Обрабатывает Спинной Принимает А что Для этого Нужно И там Перечисление Идет Тело Должно Быть В определенной Форме Не закисленное Не должно Быть Патогенной Микрофлоры Алкоголь Употреблять Не надо Потому Что На мозг Плохо Действует Транс Жиры Всякие Сахара Углеводы Есть Не надо Потому Что Они Забивают Кишечника В кишечнике Находится Больше Нейронов Даже Чем В спинном Мозге И Вот Это Вот Все Как Будь Ты Свой Инструмент Приводишь Какую Норму И Потом Начинаешь Это Естественно Знаете Как Просто Вот Есть Телефон Еще Прочее Скажу Вот Есть Телефон В нем Много Программ Вируса Все Я Пользуюсь Там Много Программ Как Его Почистить Можно Есть Тут Такая Кнопка Называется Ресет Сбросить До Заводских Установок Вот По сути Все Это Просветление Это Сбросить Свой Моз До Заводских Установок Понимаете То С чем Мы Здесь Все Рождены Убрать Весь Этот Хлам Из Головы И Ментальные И Психологические Там Эти Воспоминания Разные Негативные Которые Влияют На Человека Это Почистить Надо В голове Сознание Своё Тело Сознание И Оно Начинает Само Автоматом Включаться Сначала В виде Интуиции Потом В виде Озарений У кого-то В виде Каких-то Сновидений Ярких Что он Видит Какие-то События Это Все Начинает Включаться В функции Ваши Связи С Глобальным Интернетом Вай-фай Ваш Врубаться Начинает В голове И Технологии Доступны Православные Монахи Подвижники Этим Занимаются Суфи Этим Занимаются Каббалисты Этим Занимаются Хасиды Тоже Говорят Этим Занимаются Трансперсональными Этими Практиками Шаманы Какие-то То есть Каждый Нашел Свои Методики Эти Методики Юзает Но У всех Методики Есть Главные Принципы Базовые В этом Тоже Разобралась Наука Почему Это Так Работает А почему Не Работает Что Тело Захламляет Закисленность Вашего Физического Тела PH Баланс Какой Там Все Эти Вещи Понимать Надо Как Это Работает Именно Ваше Тело Познай Себя И Потом Мир Познаешь Очистка Тела Очистка Мозга И Потом Это Все Автоматом Включается Не Надо Кнопку Нажимать Само Это Естественная Функция Понимаете Сбросить Сознание До Заводских Установок Чем Больше Человек Чем Он Старше Тем Больше Хлама У Него В Голове Тем Больше Этих Программ Которые Нужно Убирать Вот С С С С С Работаем Привычки Привычка Это Программа Загружает Постоянно С Вашего С Детства Вам В Компьютер Загружают Все Кому Мужики Козлы Там Или Все Бабы Дуры Программа Человек Запомнил И вот Таких Программ Много Фильмы Мультики Все Это Программирует Сознание Человек Накапливает Информацию Первые 5-6 лет Бац Его сознание Сформировалось Все Остальное Только Наращивается Сверху И куча Всяких Тренингов Практик Методик Очень много Есть Которые Помогают Хлам Разгребать Главное Чтобы желание У вас Появилось Понимаете Желание Появилось Что так Вы больше Не хотите Хотите Себя Менять И соответственно Разобраться Что такое Здоровое Питание Что такое Кислото-щеловечный Баланс В организме Как Почистить Своё Тело От Паразитов Как Там Соответственно Потом Мозг Будет Чиститься Почему Тело Чистит Тело Чистится Кровь Чистится Кровь Чистится Кровь Очищает Мозг Вот Голодание Я был Там Две Недели Голодания Для чего Голодание Лекции Читает Это не то Чтобы Похудеть И даже Токсин Из организма Убрать Ну ты Убрал Из организма Токсины А для чего Их Оттуда Убирают Для того Что Чистится Кровь А кровь Чистит Потом Мозг И тебе Очищается Мозг Понимаете Ты Начинаешь Ясность Появляется В голове Вроде Голодаешь У тебя Живот Уходит Но Самое Главное Ясность Голи Появляется Потому что Всякие Токсины Веки Эти Нехорошие Вещи Из мозга Уходят Кровь Вычищает Понимаете А наоборот Можно Очистить Мозг А тело Как бы Само Станет Уже Красивым Сложно Сложно Потому что Надо Все равно Как бы Режим Питания Мы Это то Что мы Едим Нужно Понять Что есть Стоит А что Не стоит Что пить Можно А что Потому что Чтобы У нас Этого Всего Не Включалось Нам В еду Добавляют Очень Много Разной Химозы Только Для того Чтобы Эти Функции Мозга Не Активировались Да Это Работает Тоже Шишковидной Железы Много Чего Добавляют Во Всю Еду Особенно В детскую Чтобы Это Все Не Включалось В Детях Спонтанно Потому что Знают Как Это Работает По Человеку Которая В Это Включилась Как Б Ну Он Плохо Управляем Холоп С него Уже Не Получается Раб С него Никакой Зато Творческий Человек Зато Способен Творить Новое Небывалое Спасибо Аллан Но Все Такие Мысли Делает Человека Человеком Да Только Откуда Берется Эта Мысль Вот В чем Вопрос Самый Главный Это Следующая Тема Нашего Разговора С Вы спросите Откуда Эта Мысль Пришла И Вы С Удивлением Обнаружите Что Они Зачастую Приходят Откуда Это Интересная И Большая Тема Но И Чтобы Закончить Наверное Все Таки Предсказано Что Религии Не Будет В Будущем Как Вы К этому Относитесь И Вообще Нужны Они Или Нет Кому То Наверное Нужны Понимаете Потому Что Каждый Человек Находится На Своем Уровне Сознания Кому То Они Нужны А Кому То Уже Не Нужны Вот Вам Кота Вы Сделали Про Одноглазок Двухглазок И Трехглазок Одноглазкам Конечно Нужны Религии Им Нужны Двухглазкам Наверное Тоже В каком Смысле Нужны То Ем Нужны Люди Которые За них Берут Ответственность Они Становятся Посредниками Между Между Ними И Богом Им Посредник Нужно Они Не Могут Пока Без Мамы Без Папы На Улицу Выйти Сопли Себы Не Могут Они Сами Нужен Кто Чтоб Был За Ручку Их Водил А В какой То Момент Уже Человек Начинает Познавать Его Бога Внутри Себя В Мире Везде Во Все И Тогда Конечно Уже Наверное Не Очень Нужны На Какой То Стадии Нужны По Крайне Морально Этические Нормы Одноглазок Поддерживать Понимаете А то Они Все В порно Хап Уйдут Работать У нас Надо Когда Этот Чтоб Не Увлекались Чересчур Спасибо Друзья На Это Все Сегодня Смотрите Нас И Слушайте Спасибо Спасибо Там Где Древние Стены Исчезают Зами На Краю Айкумены Не Кончается Мир Из Простого Сюжета Вырастает Роман И Корабль Баурджеда Держит Курс В Океан Где Огромные Звезды Выше Всех Пирамид А Земля Только Остров Продолжает Мир Где Папирус Ный Парус Разрывают Ветра Мореходу Осталось Верить В силу Пера У Творца Под рукою Только шорох Страниц За великой Дугою Ни царей Ни границ Как вселенной Ужиться С теснотою Квартир Книга В руки Ложится И Рождается Мир Как вселенной Ужиться С теснотою Квартир Книга В руки Ложится И рождается И рождается Мир С теснотою С теснотою С теснотою С теснотою С теснотою